Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение послания к евреям и подошли к 11 главе. Если предыдущие главы в довольно сложных и не всегда очевидных категориях рассматривали значения спасительных деяний Христа, применяя их к событиям ветхозаветного культа и к совершавшимся там установлениям, то 11 глава дает некие примеры, которые, конечно, известны читателю. Речь идет об Аврааме, об Исааке, о патриархах, о Моисее, до этого об Авеле. И возникает вопрос, а для чего это необходимо? Ведь, собственно говоря, мы уже не раз с вами отмечали, сейчас это видели, что читатели послания были довольно подготовлены аудиторией. Для них не надо было, условно говоря, ликвидации безграмотности. Это не те дети, которые учатся в воскресной школе. Это очень образованная, подготовленная аудитория, которая, по словам священописателя, уже давно могла бы стать христианскими учителями. И тогда возникает вопрос, какова же цель? А цель в том, чтобы сделать параллель между, собственно, аудиторией посланий и героями веры прошлого. Это, собственно говоря, проповедь. Вообще, литературный жанр этого послания, конечно, уникального, особенного, он действительно во многом напоминает проповедь. В проповеди священник, как правило, отталкиваясь, например, от евангельских событий, от каких-то цитат, от каких-то фрагментов, он предлагает их толкование и применяет эти тексты к своей аудитории, к современной действительности. Точно так же, если он обращается к житийному материалу. Примеры святых – это не просто лишь факты прошлого, но это и то, что может нас назидать, то, что должно служить для нас примером, то, из чего мы должны извлечь некоторые нравственные уроки. Вот сейчас мы с вами и посмотрим, какие же нравственные уроки, уроки веры, извлекает священный писатель из галереи святых прошлого. Но прежде всего он дает определение веры. Вера определяется как абсолютная уверенность в осуществлении упования. Вера есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся. Но вера – это не только гарантия будущего спасения. Благодоверие уже в настоящем мы имеем подтверждение того, чего мы не видим. И тем самым вера позволяет забежать вперед. Она дает уверенность в том, что еще не очевидно, незримо, в том, что еще и не пришло. Но это означает, что этого нет. Вера – тот фундамент, который позволяет нам держаться в настоящем за будущее. И свое поискование о вере в 11 главе автор послания начинает с первых строк книги бытия. Вера мы постигаем, что миры устроены Словом Божиим, так что из невидимого возникло видимое. Третий стих. Итак, вера помогает постичь замысел Божий, дает возможность проникнуть в тайны мироздания. Но вера не сводится лишь к умозрению, к пассивному восприятию, а к внутреннему согласию с тем, что наряду с видимым существует и невидимое. Она активна. И вот именно к тому, как вера проявляла себя в жизни ветхозаветных праведников, посвящено последующее поискование. Ави был первым из людей, кто получил от Бога подтверждение о своей праведности, которое заключалось в самом факте принятия его жертвы. Он не мог руководствоваться ни внешними предписаниями, ни чьим, либо примером, а только повелением своего сердца. Верую Авель, 1.4, принес Богу жертву лучшую, чем Каин, ею получил свидетельство, что он праведен. О дарах его свидетельствовал Бог, и ею по смерти он продолжает говорить. Заключительная фраза стиха означала, что смерть Авеля от руки Каина тоже рассматривается как жертвоприношение. Убийство Авеля становится пробразом смерти Иисуса Христа, который дальше будет назван начальником и совершителем веры, кровь которого, 12.24, говорит лучше, чем кровь Авеля. Итак, вера – не одностороннее действие. Это не только устремление человека к Богу. Бог отвечает на веру, когда она становится видимой в конкретных действиях и поступках. То есть происходит двухсторонний обмен. Человек приносит Богу свою веру, а Бог отвечает на нее, как было в случае Авеля, и наделяет человека своими дарами. И подтверждение тем самым всю ее значимость. 11.6. А без веры невозможно угодить Богу. Вы, приходящий к Богу, должны уверовать, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Тема воздаяния является одной из ключевых для всего Ветхого Завета в целом. И автор, который находится в рамках, в границах Ветхозаветного мировоззрения, во многом он настаивает, напоминает об этом, что такое же воздаяние, оно принадлежит и получательному посланию. Что же оно собой представляет, к чему ведет? Это раскрывается дальше. Автор послания уверен, что в возвращении Христа есть дело ближайшего будущего. Дальше он говорит, Енох, который был, согласно повествованию книги «Бытия», взят на небо живым, ибо до переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу, а значит, и перед читателями послания открывается ровно та же самая перспектива, как для одного из первых патриархов на заре существования человечества. Они взойдут на небо, куда, как мы помним, притечью за нас уже вошел Иисус Христос, став первосвященником во век подчину Мельхиседека, 6.20. Однако не случайно за словами о приближающемся пришествии Спасителя автор приводит известный ответ Бога пророку Аввакуму. Только если Бог признает праведность читателей послания, и они сохранят ему верность, он переселит их в самое небо. И с каталогическими ожиданиями, то есть ожиданиями конца времен, пронизано и изложение истории Ноя. 7 стих. Верую Ноя, получив откровение о том, что еще не было видимо, в Благоговее построила ковчег для спасения дома своего, ею осудил он мир и стал наследником праведности по вере. Ну, дом, часто встречающийся образ в послании к евреям, и это объединение людей, предназначенных Богом к спасению. Иисус Христос, говорится в послании, в предыдущей, 10 главе, 21 стих, священник великий над Домом Божиим. И, подчеркивая в этом наименовании близость, которая существует между Богом и его народом, автор послания напоминает, что она может быть утрачена вследствие отпадения. Дом его мы, если сохраним твердыми до конца дерзновения и похвалу надежды. Как иною, который поверил в реальность обещанного потопа задолго до первых признаков, предвещавших бедствие, верующим хорошо известны предстоящие события и будущий суд над миром. Однако, как домашние Бога, как члены его дома, они входят в его семью, а следовательно являются, как домашние, его наследниками. Их праведность и неотступность делает их участниками эскатологического спасения. И вера может победить смерть. Авель по смерти продолжает говорить, Енох был переселен 11.5, так что не видел смерти, и не находили его, Ной и его семья не погибли в смертоносных водах потопа. И эта вера в исполнении обещанного Бога, она основана на признании его всемогущества и силы. 11.1. Верою Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста, потому что она почла верным обещавшего. Так обещание Богом будет непременно исполнено. И там, где уже давно должны были действовать неумолимые законы старения, 11.12. От одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. В рождении Исаака Авраам познал, что Бог из мертвых может воскрешать. 11.19. И потому согласился обречь на смерть единственного сына, ибо не сомневался в том, что Исаак будет жить, так как Бог должен исполнить в нем свое обещание. Речь идет о событиях жертвоприношения Исаака, которое обещание Богом, что Исаак должен выполнить особую миссию, не остановило Авраама, и он все-таки исполнил послушание Бога, за что был награжден. Вообще, события жизни Авраама, они во многом являются именно ключевыми, именно о нем в первую очередь рассказывает священно-писатель, вспоминая о том, что, повинуясь призванию, Авраам покинул Харан и вышел в страну, которую он имел получить наследие. 11.8. Не знаю, что ждет его впереди, однако, путь его лежал не в землю обетованную, в ней, напоминает автор, он в ней так себе ничего и не построил, и это объясняется в послании как ожидание правоцам более надежного строения от Бога, которое, очевидно, Авраам рассчитывал получить, ибо если у родины по-прежнему оставался урхалдейский, он мог бы туда вернуться. Родоначальник еврейского народа Авраам не предпринял никаких попыток обосноваться на земле, которая была ему обещана. Почему? Поскольку, говорит священный писатель, за этой видимой землей, за Ханааном, он видел, благодаря вере, лучшее отечество, город, строителем которого является Бог. 11.16. И, собственно говоря, наследие в получение которого верили все патриархи, было невидимым. Оно принадлежало небу, а не земле, и относилось к будущему, а не к настоящему. Высшей наградой для них стало то, что Бог назвал себя их именами – Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. тем самым указывая на неразрывную связь, если Бог отождествил себя с ними, если Он назвал себя этими именами, которые установлены между ними. И эта связь и является подтверждением их окончательного спасения, ибо Он, говорится в послании 11.16, приготовил им град. Вера побудитела родителей Моисея сохранить жизнь младенцу, потому что увидели они 11.23, что младенец прекрасен, и не устрашились повеления царя. Вера помогла Моисею сделать выбор между временным и вечным, а она понудила его разделить участь и страдания своего народа, когда, став взрослым 11.25, он отказался называться сыном дочери фараона. И испытания, которые его ждали, он предпочел сокровищем Египта и временному наслаждению грехом. Выбор между бестным положением и возвратом к благополучию и обеспеченности стоял и перед адресатами послания. Хотя, мы только что говорили, сразу, после своего обращения, разграбления своей собственности, они приняли с радостью, зная, что у них есть сокровище лучшее и пребывающее. Новые гонения переносились ими уже не так мужественно и стойко, и, желая избежать преследований, они захотели вернуться в лоно иудаизма. И священный писатель как раз убеждает их подражать Моисею, вера которого сообщила ему бесстрашие и смелость. 27 стих «Верую оставил он Египет, не убоявшись ярости царя, ибо он словно в виде невидимого был тверд». То есть самый критический момент истории Израиля Бог предоставил своему народу защиту, помощь, обеспечил успех в осуществлении намеченного Богу. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяни были поглощены. Верою пали стены Иерихона по семидневным обсхождении 11.28. Итак, мы видим с вами, что все эти примеры они не являются абстрактными напоминаниями. Это не просто некий прогон, потому что несомненно и так хорошо известно получателям посланий. Путь общины он как бы закодирован, отражен в изложении событий священной истории. Это легко увидеть, сравнивая между собой характеристики веры древних подвижников и положение адресатов послания. Это мы представим в виде таблицы, которая будет опубликована в приложении к лекции. И здесь как раз говорится о том, что многие вещи, которые мы читаем, они в 11 главе дальше в общем контексте находят себе параллели применительно к тому, кому это послание адресовано. Я приведу лишь некоторые примеры. Например, вера обязывает повиноваться к тому, кто выше. Говорится, веру Авраам повиновался 11.8, 13.17, повинуйтесь, начальникам вашим. Вера не сомневается в обещаниях Божьих. 11.11, Сара получила силу, потому что она была подшла обещанием верным, и 11.10, 23, будем держаться исповедание надежды неуклонно, ибо верен обещавший. Вера дает силы терпеть лишения. 11.37, провели жизнь скитаниях, терпя недостатки, тесноту, страдания. 10.32, говорится о адресатах послания, что они претерпели великий подвиг страдания. Итак, дальше. И, наконец, в заключении этого перечисления, понимая, что невозможно сказать о всем в этом кратком тексте, священный писатель пишет, 33 стих, «Верую побеждали они царство, творили правду, получили обетование, загрожали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогрели плаки чужих, другие испытали поругания и побоя, также узы, темницы, были побиваемы камнями, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки и скорби, те, которых недостоин был весь мир, скитались по пустыням и горам, по пещерам и угощельям, и все сие сведствующие вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Итак, жизнь адресатого послания ничем не отличалась от их великих предшественников, и выявляя вышеуказанное исходство, автор послания предлагает своим читателям последовать примеру наиболее знаменитых людей ветхозаветной истории. Мы не люди отступления к погибели, но люди веры к приобретению души. 10 глава 39 стих. И подвиг веры находит свое завершение как раз в адресатых посланиях. Несмотря на то, что Бог неоднократно засильствовал их веру, они не смогли войти в обладание того, что было обещано. Первым это сделает Иисус Христос. Он был первым, кто получил небесное наследство, которое лишь издали видели и приветствовали патриархи. И призывая читателей к терпению и стойкости, автор приглашает встать их в ряды ветхозаветных подвижников веры, чтобы вместе с ними вступить в благословение мессианского века, о котором собственно он и будет говорить дальше, то есть подводит через эту галерею Герой Фьеры, через этот экскурс в истории к тому, что же в итоге получили те, о которых он говорит, а значит не только они, но и мы вместе с ними, потому что это облако свидетели, оно окружает и тех, кому это послание было обращено, и вместе с этими героями прошлого они тоже признаны наследовать небесное Отечество и вечное спасение.